Всем большой привет! Сегодня видео о пустых баночках. Я его снимаю на своем канале не так часто, потому что я не считаю себя экспертом в той или иной косметике. Но многие девочки просили меня поделиться с моим мнением, в частности о моем заказе Фаберлик. Вот, поэтому когда все уже практически закончилось, я хочу сказать свое мнение, но предупреждаю сразу, любители Фаберлик будут закидывать меня, наверное, камнями. Но я не люблю юлить, я говорю как есть. Поэтому, значит, первое разочарование не у меня у моей мамы. Это Фаберлик, это Ботаника. Видите, она даже, я заказывала две маски, она одну не использовала. Это маска для лица, питания и лифтинг, короче, 50+. Что я могу сказать об этой маске? У мамы, которая ни в юности, ни в детстве никогда не страдала какими-то воспалениями на коже, прыщами, после единожденного применения этой маски у нее подбородок воспалился, появились какие-то прыщики. То есть мы вообще не поняли, во-первых, никакого действия и так еще и какое-то противодействие. Это, в частности, прыщи. Поэтому хотели на мусор, но я забрала, чтобы показать в обзоре. Короче, я не знаю, ну, я просто не могу понять, кто ее хвалит. Вот честно вам могу сказать, то есть, без комментариев. Так, далее у меня закончились знаменитые мыло от Фаберлик. Это Балийская идиллия. И второе, это Райские острова, тайский цветок и медовая манга. Ну, что я могу сказать? Мыло как мыло. Что за 3 гривны, извините меня, что якобы Фаберлик. Потому что аромата абсолютно никакого нет. Ни кокоса, ни манга. Мыло очень, ну, как бы для рук оно сойдет. Для тела, для лица я его не советую. Ни аромата. Ну, да, не сушит кожу. Но я и другие мыло так не замечала, что у меня сушило. Поэтому больше я заказывать, конечно, его не буду. Не то, что выброшенные деньги. Мне, например, больше нравится в масс-маркетах мыло. В частности, я уже купила замену. У меня вот такой вот Палмалиф Арбуз. Замечательное мыло. Стоит оно дешевле фабричного. Аромат просто как будто после геля для душа. Очень хорошо мылится. Он не превращается в кашу, как в основном я заметила от этого мыла. Которое вообще сразу почти после первого-второго использования превращается в комок какой-то. Мне очень понравился вот это мыло. Буду я его еще и еще брать. Я его уже взяла, но на замену. Вот сейчас пользуюсь. Так что, что касаемо фабрлика. Нет. Дальше небольшое тоже разочарование фабрлики. Это вот такое вот средство для ванной комнаты универсальное. Ну, не знаю я. Да, у меня ванная не новая. Мне она ничего, если не сказать погрубее, не отмыла. Вообще ничего. У мамы ванная новая. У нее душевая кабина. И эффекта особого нет. Да, оно моет. Как моющее средство. Оно какая-то панацея. Как я смотрю в некоторых обзорах. Я не знаю. Либо это... Но я не думаю, что если сравнить. Вот допустим, я этим средством мыла три квартиры. Свою мамину и бабушке. То есть, если в двух случаях у меня ванная старая, у бабушки ванная после ремонта, то есть, ну, как бы она новая, она помененная. Не особо она крутая, но она новая. У мамы душевая кабина. И нифига, это средство нормально не моет. Оно моет, как обычное моющее. То есть, чудо от него не ждите. Но это мое мнение, я же говорю, как бы, я имею право его высказать. Так. Ну, не скажу, что шикарное, но достаточно хорошее, а-ля Ферри. Средство Домфаберлик для мытья посуды с экстрактом шалфея. Я его не разбавляла. То есть, оно пенится достаточно хорошо. И почему не разбавляла? Потому что уже хочу перейти на свою любимую Ферри и больше, как бы, ему не изменять. Ну, хорошее средство. Хорошо моет посуду. Не очень хорошо оно моет в прохладной воде жир. То есть, надо очень постараться. То есть, два или три раза промыть. То есть, как вариант, может быть. Но я больше заказывать не буду. Так. Что касаемо Фаберлика, у меня, наверное, всё. Так. Далее. Далее Эйвен. Значит, закончились вот такие вот у меня тени. Мои любимые. Это от Color Trend. Лисова Нимфа. Очень люблю эти тени. То есть, я считаю, что достаточно. Но они сейчас по 60 гривен стоят. Достаточно такая вот хорошее приобретение. У них хорошая вот эта линейка. Поэтому у меня в оттенке лесовая Нимфа. Буду ещё и ещё раз брать. Очень нравятся мне эти тени. Как делать. Как и стрелки даже я на глаза делаю. Ими на реснички нижние. То есть, классно. Ничего не могу сказать плохого. Далее. Он уже мне надоел. У меня лежала вторая банка в запасе. Как мне как-то подарила его подруга мамы. Масло какао. Восстанавливающий, улажняющий крем для лица и тела. Вот столько вот уже его осталось. На лето он очень тяжёлый. Очень сильный аромат какао. Или там такой, я бы не сказала, даже какао. Какой-то очень-очень приторный аромат. Вот. Поэтому уже идёт на мусор. Устала я от этого крема. Им я пользуюсь уже год. У меня были две банки. Поэтому уже хватит. Надоел. Так. И почти полная пудра у меня тоже идёт на выброс. Это Avon Color Trend. В оттенке Light. Абсолютно мне она не подошла. Вот. Почти, видите, полная. То есть, она лицо моё ничего не скрывает. Делает белоснежным, сухим. Мне абсолютно, ну, как бы не понравилось. Поэтому, к сожалению, с тоналками Avon я завязала уже. Да, мне многие девочки, когда я показывала заказ, писали, что оно будет белое. Но я не ожидала, что оно вообще как бы никак не будет. Но ничего не делать на лице. Ещё хуже. Так. Далее, что у меня закончилось. Для лица у меня закончилась очередная чистая линия. Интенсивный питательный крем для сухой кожи. Хороший кремик. Увлажняет. Так что буду повторять. Не скажу, что просто там что-то делает волшебное. Но для такой цены вполне сойдёт. Так. Далее. Также чистая линия закончилась у меня. Вот я недавно покупала идеальная кожа 5 в 1. Почему быстро так закончилась? Я очень утром и вечером умывала. Сделала как его, как скрабы, как гели, как маску. Всё. Мне очень он понравился. То есть, очень освежает кожу. Особенно с утра. Мне очень, как бы, ну, не особо ничего на лице не делал. Как бы не убирал никакие у меня там погрешности, там мелкие воспаления. Да. Это он ничего не делает. Но очень хорошо освежает личико. Почему бы и нет. И недорого стоит. Также чистая линия у меня закончилась вот такая вот. Потирался где-то уже колпачок. Ухаживающий фитоотвар для волос. Ежедневный экспресс-уход. Хорошая штучка. Она шла в акции в Еве. Я помню, брала маме. Маме он не подошёл. И она мне отдала его. Вот. У меня он уже как-то был. Для ослабленных ломких волос. Приятный запах. После него хорошо расчесывается волос. Так. Далее вроде бы чистой линии всё. Ну давайте закончим с волосами. Именно с такими масками. Ухаживающими какими-то средствами. Это у меня закончился от Avon Advanced Techniques. Это у нас идёт живильная маска для волос. Волосики освежает. Хорошо расчесывает. Никаких больше таких действий от него я не увидела. Что касается волос ещё. Хотя я вам показать вот такой вот у меня пробничек. Это укрепляющая маска от Giardini. Или как это. Короче, марка продаётся в Ватсоне. Тоже неплохой шампунь. И маска после него. Волосы блестят. Хорошо расчесываются. Поэтому как бы ничего плохого сказать не могу о нём. Так. Что касаемо волос. Очень много у меня закончилось лаков. И красок. Сейчас вам всё покажу. Значит, закончился вот такой вот маленький съёз. Max Hold. Ну ничего как бы особенным. Он мне не поразил. Просто волосы как бы крепил. И... Ну, волосы у меня после него немного чесались. Кожа головы. Не знаю, с ним это связано или без. Абсолютно мне не понравился вот этот вот бюджетный вак. Красотка. Эластичность и объём. То есть, не... Как бы ни эластичность, ни объём, а понятно. Волосы делал гнездом. И плюс ещё к тому, что не особо хорошо фиксировал. А вот этот вот из бюджетных прелест. Био мне очень понравился. Лак. Так что это объём и сила. С морскими минералами. Так что всем рекомендую. Кто не особо хочет тратиться на лаки. Или там куда-то с собой брать. Чтобы там его не возить, не привозить обратно. То есть, достаточно бюджетная цена. Очень часто на них акции. Поэтому... И мне, кстати, он очень понравился. Так. Закончился лак Тафт. Ну, ничего о нём тоже. Хотя и пятёрка. Не особо он закреплял волосы. Не особо он... Волюма, объёма там понятно нет. То есть, ну, лак как лак. Что-то я вообще не... Последнее время вот из этих всех очень понравился. Именно прелесть Био. Волосы были блестящие. Хорошо держал. И даже эластичные. На удивление. Так. Что касаемо волос дальше. Это Color Max. Стойкая крем-краска для волос. Значит, красилась я ей недавно. Что могу сказать? Хорошая краска. Хорошо прокрасила. Получился такой хороший холодный блонд. Но у кого аллергия, особенно в жару, девочки, я вам не рекомендую. Я, как открыла эту краску, когда уже нанесла на волосы, стало легче дышать ей просто. Оно выедало нос. Оно выедало глаза, что не могла открыть глаза. Я вообще не аллегрик. То есть, ну, я этим не страдаю. И почему это случилось, я понять не могу. То ли из-за жары. То ли из-за того, что вот они какие-то добавляют там сильные компоненты в неё. Ну, не знаю. Мне очень понравился цвет. Цвет вот такой вот точно. Блестящий, хороший, прокрашенный. Но я просто думала, что сойду с ума, пока нанесу её на волосы. Так. Также вот такую вот краску. Я использую это Лореаль 01 Суперосветляющий. О ней я ничего плохого сказать не могу. Хорошо наносился. Очень удобно. Вот такой вот флакон-аппликатор. С такой расчесочкой. Бальзам у меня её до сих пор есть. Я иногда пользуюсь, когда так куда-то идти на выход. Потому что после него волосы очень блестящие и хорошие. Цвет тоже неплохой сделал. Но если сравнивать, как бы, вот эти две краски, это лучше прокрашивает. Так. Что касаемо волос, всё. Очередной раз закончилась моя любимка, моя спасительница. Это Сенсадин, видновлення из Ахистс, зубная паста. Её обожаю. То есть, других слов я для неё не найду. Приятный, мятный аромат жвачки. Суперклассное действие. То есть, для меня лучше её нету. И как бы, изменять я не собираюсь. Так, далее закончился у меня вот такой дезик. Это Вольф. Он пахнет спрайтиком. Я думаю, что девочки знают. Уже совсем, видите, я его измазала. Всё, его уже практически нету. Очень люблю иногда на лето им помазаться. Очень классный. Пахнет лимончиком, спрайтом. Таким лимонным лимонадом сладеньким. То есть, это, я считаю, чисто женский олдспайс. Поэтому, кто не знает, ещё присмотритесь обязательно к нему. Классная штучка. Также закончилась у меня Рексона. Моя любимая секси. Это ягодный аромат. Я его очень люблю. Не вею с экстрактом лемонграсса. Я люблю больше. Но это на втором месте у меня тоже закончилось. Но пока у меня не вею. Потом обязательно куплю. Так, и последнее. Это два продукта с АТБ. Полное разочарование вот такой смывки для волос. Редана для снятия лака. Выгодна цена. Вообще Г. Которая не смывает. Которая даже если намочишь и держишь вату на пальце. Вообще, то есть, размазывает лак. Ну, никак. Так, то есть, лучше жадный платить дважды. Это как раз по этот случай. Так, и очень хорошее средство. Вот такое хозяйственное мыло жидкое. Делает это биотон. Мне очень нравится. Я им мою полы. Зачем платить больше? Очень классно. Тем более, у меня животные, собачка. Поэтому я такие какие-то химические очень как бы... Не боюсь, но стараюсь не покупать. Очень классно. Очень классно. Убирает и грязь, и всё. Ну, вот такие вот у меня были пустые баночки. Если кто-то со мной не согласен, не обессудьте. Потому что это лично моё мнение. И как бы и разочарование тоже. Так что всё. На этом всё. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!